ДРАГОДБОЛ Привет ковбой, с вами Войс Ребус и просто канал об играх. И для начала стоит обратить внимание на то, что у знака есть крайне важная особенность. Аарт, как и Ирден, практически бесполезен на новой игре плюс, даже при максимальном развитии и максимизации силы знаков. Всё, что делает Аарт, это аки-мимолетное дуновение ветерка, слегка отталкивает врагов, не нанося неконкретного вреда с мутацией верховенства магии, критую аж на 11 урона с чувствительностью к магии и лишь слегка обмораживая врагов с пронзающим холодом, превращая обычных врагов в каких-то охлаждённых куриц. А эффект эйфории я даже не заметил. Так что давай, до свидания, новая игра плюс уже с первых минут. И привет, 50 уровень, на конце обычной игры дополнение кровь и вино. Знак Аарт, это ведьмачий знак, простейшая магия, как и в принципе все остальные знаки, доступная ведьмакам, но не только им, конечно же, а и любому чародею, который, правда, знаками не пользуется, ибо зашквар. Основанные элементы воздуха, именно поэтому наши доспехи грифона сейчас такие воздушно-беленькие. Википедия говорит, что это один из самых мастхевных знаков для ведьмака, опираясь на то, что он крайне универсален и его использование применимо в огромном количестве случаев. Например, отворить дверь, оглушить, отразить удар, сбить с ног противника или разоружить его, и даже разрушить преграду, вставшую на его пути. Ведь ведьмак птица гордая, зачем обходить препятствия, если можно просто сжахнуть Аардом? Суть Аарда это телекинетически направленный удар, который выводит врага из равновесия, раскрывает и позволяет нанести ответный удар. Если маги могут более точно обращаться с телекинезом, двигая отдельные предметы, то ведьмаки просто создают толчок в определенную сторону. Развитие навыка, во-первых, позволяет увеличить радиус действия Аарда, во-вторых, позволяет его применять не на одну сторону, а на все 360 градусов. И финальное развитие знака это дополнение к Аарду, позволяющее не только отталкивать противников, но и наносить им урон в размере 200 единиц. В характеристиках персонажа знак измеряется процентным шансом потери равновесия, и крайне странно там смотрятся показатели выше 100%. А если и так 100%, зачем выше? А также телекинетический урон, который даже при навыке, дающем 100% урон от Аарда, почему-то равен нулю. Вероятно, даже игра понимает, что в атаке от этого знака толку не больше, чем в атаксе. Но ближе к делу, на 50 уровне билд чувствует себя гораздо лучше, чем на 100. В полностью магическом билде он со стопроцентной вероятностью прокидывает врагов на всех 4 мутациях. Но с небольшими изменениями, ведь теперь наш навык Шоковая Волна действительно дает около 100 урона по врагам. Хотя и в статистике персонажа показатель телекинетического урона все равно равен нулю. Ни эйфория, то есть сила знаков, ни верховенство магии на этот урон не влияют, что меня крайне озадачило. Ну ладно эйфория, но верховенство магии должно давать урон равный половине урона меча, как это было например с Квеном. Но вероятно, описание навыка очень точное, и оно говорит нам только об уроне до 200 единиц. Зато на этот урон действует мутация чувствительность к магии, добавляя эффект крита и повышая атаку примерно в 3-5 раз. Даже если заморочиться и повысить силу знаков максимально, тем самым увеличив силу крита, выше 1000 единиц урона поднять от этого навыка не получится, что делает его как атакующий навык довольно бесполезным. Но самая интересная мутация, это конечно же пронзающий холод, который добавляет арду эффект заморозки, позволяя замедлять врага, наносить им урон, кстати около 1000 единиц и при этом без навыка шоковая волна, опрокидывать с возможностью мгновенного добивания и даже замораживать, мгновенно тем самым убивая врага. Но я не думаю, что сказав это, я кому-то открыл глаза. Все это и так понятно без слов, лишь по описанию и тонне роликов, посвященных замораживающему арду. Он клевый, но лично мне билд, построенный только на замораживающем или опрокидывающем эффекте, не очень нравится, поэтому предлагаю протестировать его эффективность в разряженной обстановке. Снимаем броню и все навыки включаем мутацию, оставляя лишь 2 аардовских скилла, не влияющих на силу арда и, собственно говоря, аксий. Постепенно повышаем силу знаков, смотря на то, как и что работает. И работает это, признаться честно, довольно неплохо. Вот вам примерные данные моих тестов. Главный показатель это шанс выбить из равновесия. Чем он выше, тем выше шанс опрокинуть противника и тем дольше он будет лежать опрокинутым. До 100% опрокидывания навык практически бесполезен. Он совершенно не опрокидывает монстров, зато с определенной вероятностью опрокидывает людей, которые при этом мгновенно встают. Преодолев порог в 100% опрокидывания, люди опрокидываются почти со 100% шансом и встают достаточно долго, чтобы успеть подбежать к паре противников и добить их. Монстры только-только начинают опрокидываться, но при этом мгновенно встают. Успеть добить можно, но далеко не всегда. Чтобы поднять свой уровень опрокидывания, мне потребовались мечи Гроссмейстерского Грифона, заточенные на силу знаков зелья Петри, увеличенная мощь аарда и один мутаген на плюс 60% к силе знаков. Общая сила знаков больше 150%, но при этом, чтобы монстры опрокидывались и находились в этом состоянии хоть какое-то время, необходим именно шанс опрокидывания выше 150%. Именно этот показатель и является отметкой эффективного применения навыка аарда, даже на 50 уровне. Достичь его можно двумя способами. Первый это наша великая мутация Эйфория, которая в своем обыкновении дает нам около 150% к силе знаков. Остальное добиваем силой аарда и одним синим мутагеном. Второй способ это стандартное увеличение силы знаков за счет мутагенов и соответствующей брони. Без доспехов мне потребовалось 3 мутации с навыком Синергия и зачарованные мечи Грифона, чтобы увеличить шанс опрокидывания до 150%. Этот способ необходим для мутации пронзающей Холод, которая сама по себе никак на силу знаков не влияет. Кстати, максимальный шанс опрокидывания это всего 300%, но смысла повышать его более чем на 200% лично я не заметил. Возможно это сказывается на более сильных врагах, чем те на которых я тестирую билд. В итоге мы имеем 2 пути развития. Первый через мутацию Эйфория, не завязанный сильно на знаке. В любом удобном доспехе такой некий ведьмак фехтовальщик с сильным уроном от клинка и работающим опрокидывающим аардом. Из сетов что угодно. Я бы предложил крит сет заточенный на легкость или сет кота например, так как в легком доспехе отлично идет реген энергии, необходимый для применения знаков. Зачаровать его можно например на истощение, при котором противники теряют 50% вносливости при применении на них знака аард. Если силы знаков не хватает, то можно зачаровать доспехи на средний тип, чтобы увеличить реген энергии и силу знаков. Ведь атаки у нас и так более чем достаточно. Из навыков при этом собрать классического легкого воина с легкими атаками с сохранением адреналина. В итоге мы по максимуму используем аард против всех противников, добивая их за один удар. Если же противник не поддается знаку, то применяем свои навыки по фехтованию, которые кстати у нас развиты даже лучше чем сам аард. Так что проблем ни с какими монстрами в этом билде возникнуть не должно. Второй путь это путь замораживающего мага. И если для первого пути нам необходима была лишь мутация эйфория и один синий мутаген, то для второго пути нам нужен полный сет грифона с мечами, два синих мутагена по плюс 60 ксили знаков. Мутация у нас по дефолту занята пронзающим холодом. Из навыков на знаки я беру три первых скилла от аарда, три первых скилла от ирдена, так как гроссмейстерский сет дает буст к ирдену, который будет давать нам баф. Дополнительные ячейки у меня их пока две, я заполнил взрывным щитом на всякий случай и моим любимым навыком аксием. Дополнительно берем три зеленых навыка на повышение урона и порога интоксикации, а также синергию для заветных плюс 60% ксили знаков. Не забываем про технику школы грифона и оставшиеся навыки на выбор. Я наверное возьму два первых навыка от легких ударов, так как слабое место нашего билда это боссы и устойчивые к магии противники. Кстати про магию, не забывайте, что оба пути подразумевают силу знаков больше 250%, а значит даже без прокачки остальные знаки довольно эффективны. Билд этого пути работает не хуже, чем 100% магический билд, при этом усилен он отварами и зелиями, а также довольно неплохо прокаченные атаки. Какой из них нравится вам больше, решайте наверное уже сами. Оба крайне активно могут использовать Аарт, и кстати не только его. Героем этого видео стал Андрей Демидов, не только любитель ведьмака, как я понимаю, но и молодой начинающий фотограф. Всегда любил хорошие фотографии, но все что я делал люди не ценили, и даже скорее просто не понимали. Так что если уж во мне фотограф умер, то Андрею я желаю успехов в его начинаниях, и говорю спасибо за помощь каналу. Ссылка на его профиль в описании под видео. Ну а если подводить итоги разбора Арда, то лично мне этот знак стал нравиться куда больше, ведь свое первое знакомство с ним у меня произошло на новой игре Плюс, с врагами, на которых он просто-напросто не работал. Теперь же мне этот знак кажется очень читерным, и по мощи сравним разве что с Игни. А это очень, очень сильный знак. Помимо того, что замораживающий Ард чертовски круто выглядит, он еще и чертовски убивает, или как минимум делает противников недееспособными или ослабленными, что по многоуровневости влияние даже лучше, чем Игни. Единственное в чем он ему уступает, так это в стабильности наносимого урона. Если подожженные Игни враги со стопроцентной вероятностью умирают от одного, двух или трех прокастов, то от замораживающего Арда смертельной заморозки можно ждать до посинения, которое по моим ощущениям работает от чистого рандома. Хотя это и не делает знак менее привлекательным. А на этом все, ребята, со знаками мы закончили. Это был долгий и полный препятствий путь, который мы мужественно сегодня завершили. Ссылки на все остальные ролики из серии разбора знаков будут в описании. Ну а видео, надеюсь, заслужило лайк, а я подписку на канал. Если вы уже подписались, то не забудьте включить уведомления о выходе новых видео, нажав на колокольчик, и тогда вы точно будете первым и ничего не пропустите. Следующий ролик будет, скорее всего, про Гвинт. И самые топовые советы для всех тех, кто уже играет и только начинает. Например, как я. Увидимся в этом видео и на этом пока. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok